У меня не образуется желтое тело. Что нужно изменить в себе? Хороший вопрос. Вот смотри, часто люди думают, что они смогут вылечить болезнь с помощью работы над характером. Даже есть соответствующие труды на это, каждый психолог. Я не против этой идеи. Просто я вам сейчас расскажу строение, тонкое строение человека, еще раз напомню. И вы как-то сами решайте, можно это или нельзя. И в каких случаях можно, в каких нельзя. Вот смотрите, сверху в уме у нас находятся волны, это мысли, как озеро, мы с озером сравниваем. Сверху озера, волны, это мысли и воля, наши возможности действовать в этом мире. То, что мы в себе понимаем. Мы осознаем это в себе, вот эта верхняя часть озера ума. Дальше, следующая часть называется подсознание. Дальше идет регуляция всего организма. Там находятся здоровье и болезни. Еще глубже, глубже, чем подсознание, идет регуляция болезни организма. Я их далеко вам могу доказать. Вот смотрите. Очень просто. Допустим, я могу понять свое настроение или нет? Потихоньку вот так сесть, задуматься можно понять свое настроение, разобраться в нем. А понять, где у меня пища движется по кишечнику, можно, но еще намного тяжелее. Намного тяжелее. Это реально. Надо очень глубоко разбираться в глубокие тонкого тела, чтобы понять, где какая часть пищи движется по кишечнику. Когда она подойдет уже к конечному результату. Прогрессировать болезни в себе, понять, с какими щитами характеры связаны. Это факт, что разные настроения в организме управляют организмом. Управляют каждым органами и системами организма. И имеют свой настрой в каждом уровне. Но настрой органа и настроение, наше настроение, это все равно, что сравнивать электрон с микробом. Понимаете? То есть настрой органа имеет более тонкую природу. А настроение наше более глубую природу. Понимаете? В тонком теле. Есть еще более тонкая энергия. Она лежит еще ниже в этом озере ума. Это взаимодействие наше с окружающими людьми. Еще тяжелее понять, что я виноват в том, что мой муж бьет. Вот еще это вообще практически невозможно понять. Поэтому веды объясняют, что есть такой метод принятия авторитета старших и Писания. Есть вещи, которые мы вообще не можем понять. Но Писание говорит, что надо принимать авторитет старших. Старший сказал, что я виновата сама. Значит, я виновата сама. Все. Ну, то есть я принимаю авторитет, а потом в процессе жизни я это уже осознаю. Не то, что это никогда не определится, что это так. Если ты правильно поступаешь, получается правильная жизнь. То есть ты по судьбам научаешься таким образом. Так? Таким образом, надо понять, что с помощью мыслей можно поменять настроение. То есть мы повторяем молитву, настроение правильное, настроение становится лучше. Так? Дальше идут болезни. Означает улучшить болезни, ну, вылечить болезни с помощью мыслей не всегда возможно. Особенно есть такой класс болезни, который копится у каждого человека в том-то теле. Мы исследовали организм человека серьезно. Согласно бедам, есть семь слоев у нас энергетических в организме. Называется семь датров. Как матрешка, понимаете? Организм как матрешка. Каждый энергетический слой, этот спектр ума, который отличается за какие-то органы и системы в организме. Мы сейчас серьезно это изучаем. И мы открыли, что в каждом слое из семи есть еще шесть каналов внутри. Шесть подслоев таких, тонких. Всего получается 42 слоя энергетических. И вот в этих 42 слоях у каждого человека 4 из них с самого рождения начинают блокироваться, потихоньку заполняться, заполняться, ну, плохим веществом. Таким образом, 4 типа хронических заболеваний у каждого человека абсолютно в каком-то месте развиваются. 4 типа хронических заболеваний. В зависимости от образа жизни, от кармы. Эти каналы наполняются только быстрее, у кого-то медленнее. Так происходит, как бы, определенный вид старения организма. Не то, что это чисто. И мы нашли способ, как очищать эти каналы. Оказывается, кора в дереве, оно действует, каждое дерево действует внутри одного из этих 42 каналов. Одно дерево внутри одного канала действует. Никакой открытий сделать. И мы нашли порядка, исследовали 600 видов деревьев. И определили, что под каждую конституцию, в принципе, есть дерево, кора, которого будет выталкивать вот это вот плохое вещество тонкое. И у нас сейчас вот мы вот ветки коров ставим, будем вот так вот причинить. Ставим веточки коров. Веточки дают конус, гармонизируют организм, дают силы. А кора дает возможность прочистить эти каналы пробить. И у нас вот из Питера несколько человек приезжали, и кому мы сделали все правильно, у них уже каналы прочистились где-то за 3-4 месяца. Каналы прочистились, хроническая болезнь и покоя. Такая методика. Поэтому советую вам пробовать победить с помощью своего поведения, своего характера, смены характера, победить свое здоровье. Первое, что нужно делать с лечением своего организма, это начать соблюдать режим дня и питаться в благости. У меня есть лекция «Питание в благости». Изучите, начните питаться в благости, соблюдайте режим дня, часть болезни отправится. Потом дальше. Если вы чувствуете, вы гневаетесь, старайтесь не гневаться. Если чувствуете, что вы обижаетесь, старайтесь не обижаться. Как это можно сделать? С помощью духовной практики. Не надо концентрироваться на дневе и на обиде, надо просто больше молиться с утра. Понимаете, как регулируется карма у человека? Чем больше карма выходит на лозу плохой, тем тяжелее жить. Чем тяжелее жить стало, тем больше надо с утра молиться и качественнее. И вот так решаются все проблемы в жизни. Чувствуешь тяжело жить, молишься, молишься. Раз, легче стало жить. И у меня были такие периоды в жизни, когда совсем карма навалилась, плохая. И думаю, все, уже жить вообще невозможно. Я еду в святое место и молюсь по 6 часов в день. Не так давно у меня был такой период, я просто взял. На 10 дней поехал в святое место, 6 часов в день молился. Карма отступила. Через вот этот период времени я почувствовал сильное облегчение. Все, я опять дальше живу, работаю. Понимаете, то есть молитва, отношения со святым человеком глубокие, они освобождают от проблем. Но есть вещи, которые человек должен чисто механически избавляться от них. Понимаете, вот эти каналы, у них есть такой спектр забитостей, тонких каналов, которые не очищаются с помощью молитвы просто. Они могут очиститься с помощью голодания очистительно, с помощью татха-йогы, и с помощью дыхательных упражнений, с помощью влечения вот этой вот корой, деревьев, с помощью панчакана очистительной такой, как вы мероприятие в Южной Индии проводите. Вот, то есть их надо уже, это как называется, вот трубу надо пробить просто, понимаете? То есть лей хорошую воду, хоть плохую. Труба засорена, и все, и вода уже не проходит. Надо просто взять сантехника, вызвать, и он пробьет. Или самому пробовать это делать. Вот так. Понятна система, да? То есть иногда надо просто полечиться. Чувствуете, не помогают ваши все методики, то, что вы делаете, здоровый образ жизни. Не помогать, тянуть резинку не надо. Надо лечиться где? Те, теми методиками, которые связаны с природой. Ну, то есть, это здоровый образ жизни. Есть такие методы лечения с помощью дыхательных упражнений, с помощью упражнений, с помощью травных отварок там. Это все связано с природой. Вот эти методики, они работают. Они действительно могут очистить организм. Вот. Таким образом, чтобы у вас желтое тело образовывалось, вам надо приехать и полечиться. Просто и все. И надо работать над характером. Безумие. Все пытаться решить с помощью работы над характером. Иногда вот человек развивается в качестве опухоли, ему надо срочно вырезать что-то, облучаться. А он работает над характером в это время. Он может просто потерять время, потому что это болезнь, а это война же. В организме идет война. Надо сражаться, любыми способами остановить болезнь. Негрогировал до 20 лет. Алкоголь, наркотики, женщины. Не женщины. Женщины тут ни при чем. Надо писать не женщины, а секс. С женщинами же можно воззвышенное отношение строить. Смотрите, сколько женщин приходит на лекцию. Я не считаю, что я деградирую, в связи с ними. Воззвышенные дамы, которые ослабляют меня своим взглядом. Ничего плохого нет в этом. Надо четко акцентировать как-то мысли. Иначе могут быть проблемы. Сейчас мне 23 года. А я слушаю лекции больше года. Работаю над собой. Вопрос. Почему нет сил учиться? Так бывает, когда идет плохой период в жизни. Ни один знакомый обратился ко мне с этим вопросом. Девочка в 10 классе училась хорошо. Неожиданно перестала учиться. Она объясняет, что она не может сосредоточиться, что в ней нет сил. Она сама объясняет. Родители не знают, что считать. Учителя считают, что у нее дурное общение. Поэтому она не учится из-за того, что у нее плохое общение. Мне предоставили возможность формализировать этот вопрос. А на мой анализ показалось, что у девочки у нас числа плохой период, который характеризуется тем, что она не может сосредоточиться. Такое решение, так как этот период длительный, поэтому решение было принято такое, что девочка должна доучиться через год. Родители сначала были в шоке, то есть они не верили. Но у девочки все хуже и хуже становилось. Потом они повели к психиатру ребенка, и он ей сказал, ему исследовал все параметры и сказал, если бы она еще получилась два месяца, она бы была уже нашей. То есть она бы поселилась у нас в психушке. Теперь вопрос заключается в том, что произошло, почему так получилось, что родители прозевали ребенка, что они не смогли почувствовать этот момент, что пора останавливаться. В чем причина? Причина заключается в том, что для нас результат выше человека, выше любви стоит. Когда это называется страсть, результат выше любви. То есть мы хотим любой ценой закончить школу. Какой ценой? Чтобы девочка осталась на психушке на всю жизнь. Потому что, когда разом ломается, наступает стресс. Человек разом сломался, стресс наступил. Сколько он длится, стресс? Год, два, два. Какое-то время. Потом человек восстанавливается, и у него приступает нормальная жизнь. А вот если ум ломается, ум, говорят, сошел с ума. Вот это уже, извините меня, здесь уже проблема. Когда человек ломается ум, тогда, если он обломлен ум, то этот облом может быть повторяться циклами. В то время, когда он обломался, в это же время года, опять же будет нарушение ума, опять будет приступ психической неадекватности. Вот здесь уже опасно. Здесь надо серьезное лечение уже проводить. А особенно часто у детей ломается ум. Почему? Потому что у них, по-первых, ум не сформирован. То есть он развивается. Во-вторых, родители давят на педаль. Они опять оценят. Кто еще давит на педаль? Учителя, естественно, потому что они считают, что любой ребенок должен учиться одинаково. Все должны учиться одинаково. Некоторые учителя так считают. Я говорю, что все так считают. Но некоторые. Видите, сколько проблем. Как на эту ситуацию смотреть? Следите за своим ребенком. Видите, ребенок устает. Меньше нагружаете его. Учителя говорят, он у вас уже троечник. Ничего страшного. Это хорошо, это нормально. Пускай будет троечник. У меня был тяжелый период с 5-го до 7-го класса. Был тяжелый астрологический период. Я сейчас проанализировал, понял, что это так. С 5-го до 7-го класса я был троечником. Мне тяжело было учиться, ничего не усваивалось. Меня вызывали в школу. Мама вызывала в школу. В 7-м классе у меня начался хороший период. Я резко пошел вперед. И классный руководитель сказал маме, вот видите, наша двухлетняя работа дала хороший результат. А я вот как бы помню себя, что просто мне стало легче учиться, а нам шепчится. Все. Работа со мной вся эта не дала никакого результата. Мой классный руководитель потом, когда я уходил из школы, сделал много глупостей на самом деле в этом руководстве классном. Он говорит, ты меня, Олег, обязательно вспомнишь и поймешь, какая хорошая все-таки у тебя руководительница классная, когда будешь повзрослее. Я вспомнил, как бы... Не, не против, хороший человек, наверное, но насчет отношений к детям надо что-то поизучать. Если родители не обращали внимания на способности ребенка и не взывали их, так как уже во взрослой жизни найти себя этому человеку? Вот, смотрите. В чем ошибка мышления? Родители гады отказываются. Это родители плохо поступили. Или, допустим, у меня по наследству от мамы досталась болезнь. Таким, например, маме таким. Мама, вина гад от моей болезни. Знаете, есть люди, которые пишут книги по закону кармы, но при этом не изучаются мы понятия. Закон кармы – это же понятие, которое описано в бедах для иллюми мудрецами, но есть уже этот закон кармы, существует такой термин. Его надо изучить в том виде, в котором он существует, а потом по этому поводу писать какие-то книги, понимаете? Потому что там ничего общего нет, там нет такого понятия, что болезни переходят от родителей к детям. У каждого человека свои болезни. Но так как он притягивается, видоописывают, что в тонком теле душа притягивается теми родителями, у которых похожи кармы. Это значит, что ты попадаешь в тело родителей, у которых похожи кармы, у них похожи болезни на твои, то есть что-то будет похожее. Но это не значит, что родители виноваты. У тебя до этого были другие родители, до этого еще одни какие-то. И так много-много жизней, разные родители. У кого-то кошечка была родителем в прошлой жизни или позапрошлой. У кого-то рыбка, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что нет смысла винить своих родителей ни в чем. Это как раз и неправильно, потому что если ты не мог развиться до этого возраста, значит ты в прошлой жизни был лентяем. Если человек не знает свое трудное значение, значит он вел, какую-то приполную жизнь в прошлой жизни. Вот и все. Но нам-то кажется, что мы хорошие в сердце. Вот посмотрите, какой я хороший. Я всегда считал себя хорошим человеком. Во время интенсивной молитвы один раз я увидел вот этот центр, этот шарик в центре, вот здесь вот, шарик вот здесь вот, где находится карма. и почувствовал себя внутри этого шарика. То есть это было явное, реальное ощущение. И в этот момент я почувствовал, увидел, что я вот там внутри похож, но маленькое такое существо, вонючее. Маленькое, вонючее существо, которое всю жизнь себя считало очень хорошим человеком. Вот это и есть правда, которую надо признать. Что мы маленькие, вонючие, себя считаем очень хорошим. И сразу презвее жизни наступает, презвее восприятие мира. Потому что Веда объясняет, что человек должен видеть именно вот эту воню в себе. Тогда он будет трезвым человеком, потому что, естественно, нам хочется считать себя хорошим. А это значит, хочется считать других плохими. Ну и, соответственно, все проблемы перебрасывают на них. Так родители, допустим, виноваты в том, что я такой хороший, несчастный сейчас. А Веды говорят, виноват в твоя собственная карма, ты сам виноват. За свои прошлые поступки ты страдаешь, что не знаешь, чем тебе заниматься в жизни. И что теперь делать? И это объясняет, что делать. Если ты не знаешь, чем тебе заниматься, надо заниматься духовной практикой. Первое, что человек должен делать в жизни, это заниматься духовной практикой. А потом, все остальное раскроется в его жизни. Не знаешь, чем тебе заниматься? Очищай свое существование, занимайся духовной практикой, но даже не помышляй, не исполняй свой долг в жизни. Это надо делать все параллельно. Вы, допустим, после лекции пришли, говорите, жене, я занимаюсь духовной практикой, я не знаю, чем мне заниматься, работать это будет ты. Нет, я так не говорю. И говорил, что надо продолжать выполнять свой долг, приносить деньги в свою и интенсивно заниматься духовной практикой в свободное время. Такая вот идея. У нас уже, я смотрю, уже вопросы мы должны закончить, отвечать. с вами продолжаем нашу беседу. Думаю, у нас уже большинство людей пришло на лекцию только те приносить. Вот. И мы сейчас с вами вот что с вами разберем, важную тему, которую следует разобрать. Тема заключается в том, что у нас есть определенный период астрологический в жизни. И эти периоды, они накладывают впечаток на нашу судьбу, на нашу жизнь. Первое, и от этого предназначения человека меняется, соответственно, это очень важно тоже понять и знать. первое, что нужно понять, как я уже говорил, в каком-то теле родился, густом или женском. Если в женском, то сначала Бог, потом семья, потом работа. Надо осознать. Результат какой в сердце появляется удовлетворенность. Я живу правильным. Если женщина думает, ну я живу, мне тяжело жить, значит, как чего не хватает сердца? Бога не хватает. 100%. Значит, духовной жизни не хватает. Мне любой человек скажет, мне тяжело жить, значит, не хватает только одного духовной жизни. Все остальное хватает. Духовная жизнь очищает карму и человек становится легко жить. Какой ответ? Не хватает духовной жизни. Все. Работа надца внутренняя жизнь, означает, внутренняя. Молитва, пожелания всем счастья, созидение режима дня и так далее. Внутренней жизни не хватает. Мне тяжело жить. Все. Прощение. Прощай. Просить прощения. Вот чего не хватает, если тебе тяжело. Не чистишь свой ум. Он воняет начал, поэтому тяжело стало. Дальше. Следующий тест проводим. Хорошо. Мне уже не тяжело, я уже молюсь, но чем заниматься не знаю в жизни. Хорошо. Следующий этап. Ставим цели. Значит, не знаешь, чем заниматься, если ты женщина. занимайся семьей. Все силы направляй в семью, пока не поймешь, что вот это для тебя очень ценно. Пока цель твоя не поменяется. Очень трудно поменять свою цель в жизни. Женщина думает, я уже как для семьи, я уже для семьи стараюсь, но работе мне больше нравится. Значит, цель не поменялась. Надо, чтобы дома нравилось, но тяжело. Дома всегда тяжело у женщины. Но она знает, что это главное для меня в жизни. Тяжело, но главное. Она там дома, а отдыхает, где она? Работает. И, соответственно, она понимает, какую работу ей надо выбирать в этом случае. Понимаете? Я поэтому говорю, женщине, чтобы понять, какую работу надо выбирать, надо сначала нацелиться на семью. Потому что, когда она с семьей нацелилась, она думает точно, какую работу мне надо точно. Я знаю теперь. На которой я, я буду, чаек попивать, общаться с другими девушками, уходить пораньше. И мне тогда такая хорошая жизнь будет. Мне будет хорошо. Дома я, как бы, вкладываю силы, а на работе отдыхаю. Мне хорошо, кому нужно. Все. Вот это моя природа. Предназначение, кем мне работать там, и мне легко, хорошо. Ну, как нет? Все зависит от того, сколько денег платят. Есть, да? Поднимите руку женщины, кто на работе чаек попивает. Вот посмотрите. У нас статистика работает. Нет проблем. А кто очерк чаек попивает поднимку? Все, стремитесь к этому. Вообще, ты работа нормально. Если человек отдает женщине работу, должен понимать, как женщине нравится работать. там просто перекусывает немножко. Перекусывать должны, судачить чуть-чуть, делать какую-то работу порой. Ну, и не работаете тогда. Занимайтесь семьей, занимайтесь обществом, занимайтесь духовной практикой, помогайте мужу своему. в этом все. Опять вы на себя всю лекцию концентрируйте. Видите? Как у вас сильно к себе в привязанности, к себе дорогому человеку, самому близкому и родному. А тут сидит как минимум 700 человек. Давайте для всех будем лекцию давать. Итак, смотрите, то есть мы должны проанализировать то, что есть уже. то есть если я хочу на работу, хочу работу найти все-таки семья, значит цены никуда поставлены, все равно счастья не будут. Пока я к семье не привяжу, счастье там я начну искупать, бесполезно. Работа не будет меня устраивать все равно. Мужчины, нет в жизни счастья, много вредных привычек, куда-то тянет, остальные женщины, думаю, не хватает и полной жизни. Все, отец пройден. Дальше, никуда не тянет, уже работаю над собой, все, чувствую счастье внутри, не знаю, чем заниматься. Все, иди работай. Просто работай там, где есть работа. И цель приносить пользу. Где я больше приношу пользу? Не где я больше получаю денег, а где я больше приношу пользу? Когда человек туда идет, он прямо к своему назначению очень близко попадает. Потому что предназначение человека в том, что приносить пользу. Равен человеком где на дunde на людей. Где человек, допустим, руководитель пользы приносит? Чтобы заботиться о людях. Бизнесмен Familie чтобы делать деньги и с деньгами. Рабочий творческий человек больше пользы приносит? Там, где у него творческий труд, там, он творит, делает, для людей. Ну, что? Ну, да. Разум, разум, это разум. Нет, это с точки зрения всех. То есть, женщина, если в семье разобралась, вы в семье разобрались? Нет. Нет, не разобрались. Вот и разбирайтесь. Вас не должно интересовать, где работаете сейчас. Работаете, где работаете. И изучайте, не спорьте со мной, мой хороший, не спорьте. Я вам добра желаю. Пытайтесь развивать все женские качества, смирение, терпение, любовь к людям. Заботьтесь о них. И туда все силы направьте. У вас сейчас идет хороший период жизни. Наладится отношение в семье или выйдете замуж. Когда это все произойдет, тогда вы будете думать о том, где вам работать. И работать вам надо в структурах власти. То есть, это вафио ваших игроков, в заключении. Управление вашей структуры. Все. Я вам на все ваши вопросы. Нет, нет, не будем лекции учитывать. Понимаю, что вы все хотите индивидуальную консультацию. Но это неправильно. Надо учитывать желаемое всех людей. Общий вопрос такой. Общий вопрос ответ на общий вопрос такой. Женщины тоже делятся на четыре категории, так же, как мужчины. И тоже могут быть в управлении. Могут быть все четыре категории у женщин тоже. Не думайте, что я женоненавистник, когда-нибудь делайте в женщин, как вы. Я разбирал эту лекцию с позиции не только мужчин, а с позиции мужчин и женщин. Но женщины должны сначала разобраться в личной жизни и привязаться к ней, а потом уж думать о работе. Система есть? Они могут меняться. Женщины могут меняться. То есть, она может там поработать, там. Вот для них так важно. Конечно, и легче будет по своей природе работать. Но можно попробовать и там поработать, в колесах. А мужчины нет. И это на втором месте стоит. Это для них... Вот для женщины работа это важная цель жизни, а для мужчин это жизненно важная цель. Понимаете? Он не может без работы. Не надо точно определиться. Иначе он будет несчастным человеком, не реализованным. Дальше. Давайте пойдем дальше. Так мы с работами разобрались. Сейчас мы будем говорить вот о чем. Когда ребенок рождается, маленький ребенок, то у него с самого рождения карма плохая, очень слабо выходит изнутри. Вот этот шарик работает на хорошую карму. Мы ребеночка смотрим, берем, «М-м-м-м-м, такой хороший». Мы видим в нем духовную энергию. То есть он похож на душу. Если понять, как душа выглядит, как ребенок. Она имеет такую же чистую силу. Мы думаем, ой, какой святой у меня родился. Наверное, у меня этот... Ребенок как его? Индиго у меня родился. Вот сейчас как индиго рождается. Вот. Так мы все любят воспринимать своего ребенка. Потому что в нем идет только хорошая карма с ним. Потом постепенно с возрастом он становится взрослее. И у него плохой кармы с возрастом все больше и больше внутри приходит. И в зависимости от силы давления плохой кармы человек должен выбирать свою деятельность. То есть самое духовное ребенок должен получить уже в утробе матери. То есть мать должна много молиться, чтобы ребенок на правду получил духовное образование еще в утробе матери. Потом, когда он появляется на свет, он должен получить любовь. То есть до пяти лет ему дают любовь, чтобы он научился понимать, что его любит, бескорыстно к нему относится. Потом с пяти лет и до двенадцати, тринадцати он проходит нравственное образование. Это главное для него. Не математика, физика, финия, там, почитать и умножать. А нравственное образование. Потому что нравственная основа человека закладывается до тринадцати лет. Вот что заложилось до тринадцати лет в нравственном аспекте, то и останется потом на всю жизнь. Не заложилось то, что нужно. Значит, ему придется кровью закладывать. Это с помощью своих усилий. С помощью аскез. С тринадцати лет надо уделить внимание уже на техническое образование, на то, чтобы стать, что-то делать в этом мире. Больше сил туда прикладывать. Вот. Двадцать пять лет мужчина уже, как бы, созревает для того, чтобы жениться. Женщина двадцать лет где-то. Сейчас это сдвигается из-за того, что люди нравственно и духовно слабые. Это еще позже происходит. Это в это наше время. Итак, начиная где-то с восемнадцати и до где-то пятидесяти пяти, может быть, лет. У человека идет такой период в жизни, в котором карма слабее. Ну, вот эта плохая карма, она идет не так сильно, выходит изнутри. То есть она выходит все сильнее и сильнее с каждым годом. Но все равно, то есть, его силы просто внутренне хватает, чтобы соблюдать какой ритм жизни. С утра молитва, днем работа, вечером семья. Вот так он может жить до пятидесяти пяти лет примерно. Потому что после пятидесяти пяти лет наступает такой период, в который плохой кармой выходит так сильно много изнутри, что надо увеличивать молитву и сокращать работу. Веды описывают, что в этом возрасте человек уже не должен развиваться на работе, должен остановиться. И они объясняют, что вот это развитие чрезмерное уже в том возрасте, когда тебе пора за духовной практикой заниматься, иначе ты не сможешь нормальной жизнью жить, это развитие чрезмерное на работе приводит к тому, что человек, несомненно, ломается психически. И становится несчастным, убитым, больным и так далее. То есть надо остановиться на том, на чем ты уже есть. Вот до пятидесяти пяти наработался, а дальше старайся уже не так много работать и больше духовно развиваться. Понятные системы? И в медической культуре это понимали, поэтому людям разрешали в этом возрасте вообще оставить работу и жить просто в храме, и на содержании детей и так далее. Но сейчас, видите, у нас другая культура, поэтому человек должен в принципе трудиться, потому что никто, он не защищен обществом, до самой старости никто не защищен, поэтому трудиться надо, но увеличивать духовную жизнь. Надо понимать, что это даст тебе спокойную, счастливую жизнь. Потому что у многих людей недостаточно духовной жизни, и будут с возрастом начинать колбасиваться. Они вообще не могут нормально жить, потому что если трясет от этой кармы, она становится непреодолима сильной, плохая карма. Видите, оказывается, чем заниматься, еще есть разница по возрасту. Допустим, до 18 лет человеку лучше не работать, это учиться. Он должен выучиться, учиться в это время. Соответственно, жениться тоже рановато. Дальше уже потом, человеку обязательно, прежде чем жениться, надо выучиться. Лучше всего, особенно мужчинам. Женщине, если есть возможность жениться, надо жениться. Даже если она учится, ничего страшного. Женить поважнее, чем учеба. Можно доучиться потом, ничего страшного. Нет проблем, надо замуж выходить важнее. Детей рожать важнее, потому что у женщин есть периоды астрологические, когда она может рожать детей, и когда не может. Не то, что как пулемет она может рожать, как это, это, что она, пожалуйста, что она, в общем, в губусе, в губусе, в губусе. То есть не то, что она, когда пошла рожает. Нет, оказывается, не так. Женщина чувствует периоды свои. Она чувствует, хочу ребенка, значит, пришло время рожать. Значит, надо, нужно сказать, откладываем зарабатывание на квартиру. Маленькая у нас квартира или большая. Не имеет значения. Рожаем ребенка сейчас в этот период. Все, пришло время рожать, начинать детей. Если она откладывает, дальше у нее каналы, связанные с рождением детей, начинают забиваться. Ей тяжелее уже потом будет следующий период рожать, который опять придет. А потом наступит плохой период, она скажет, Я не могу рожать, я боюсь рожать нашего ребенка. Чувствую, что мне не надо сейчас. Значит, не надо. Если она чувствует, не надо, значит, не надо. Если до 28 лет она чувствует, не надо и не надо, не надо и не надо, значит, у нее что-то с мозгами. Значит, надо это не чувствовать, а просто рожать. То есть мужчине важно сначала выучиться, потом заводить семью. Женщине важно сначала заводить семью, если она уже позже 20 лет. До 20 лет тоже может заводить семью, но не раньше 16, лучше в наше время. Потому что проблема в том, что мужчина не созревает. Женщина-то может созреть для семьи в 16 лет и рожать детей уже там в 17-18, без проблем. Но ей надо выйти замуж, чтобы человека лет на 10 старше ее в этом случае. Иначе она будет жить рядом, как одного ребенка родит, а второй будет рядом с ней жить еще. Потому что мужчина в 20 лет, он становится внешне уже сильно, как бы у него все выросло, кроме разума. Внешне кажется, он очень крутой. Вот в этом и проблема как раз заключается, что когда мужчина становится взрослым, но разум не развивается у него, переоценка своих возможностей. Он реально чувствует, что он как бы мало что у него недоступно. Ну то есть он так думает, молодой парень. Значит, разум очень слабый еще. Как еще определить, что разум мужчина слабый? Он не может женских эмоций терпеть. Девушка, допустим, с ним встречается, чуть-чуть обиделась, и он все, его колбасит, его у него как бы терпеть. Значит, он не готов еще совместную жизнь. Когда мужчина готов, он терпит обиды женщины, спокойно относится. Терпит. Значит, сила есть уже, как мужчина, разлился. Если человек не разлился, как мужчина, значит, половая энергия сильнее, чем он. Ему, значит, надо стараться не гулять, воздерживаться отношения с женщинами и работать над собой. Пойти в спортивную степь. Кто какой-нибудь что-то делает, просит в полоток работать над собой. Ну то есть становится сильным человеком, мражем укреплять. Не по женщинам гулять, от этого еще больше деградирует мужчина и вообще теряет себя как личность, а скитировать, то есть поменьше женщин, побольше работать над собой. Стать мужчиной для начала. То есть не стал мужчиной, значит ничего не получится у тебя в жизни. Что значит стать мужчиной? Современная психология считает, что стать мужчиной означает... стать сильнее поварового желания. Стал сильнее поварового желания, значит ты сильный человек, крепкий, способен победить судьбу. Если тебя постоянно куда-то несет туда-сюда, значит ты пока не мужчина еще. так себе. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Ну ладно, пойдем дальше. По периодам жизни понятно все, вот эти вот периоды, что карма становится тяжелее с возрастом, поэтому занятость от этого тоже меняется. Не надо упахиваться после 55 лет. Опасно для жизни становится уже. Не надо новые финансовые проекты какие-то начинать. Это уже очень опасно. Следующая тема очень важная, связанная с нашей судьбой, это то, что у нас есть большие астрологические периоды, связанные с влиянием планеты, они длятся от 7 до 20 лет. То есть это большой период жизни такой. Если вы посмотрите на свою жизнь, то вы увидите, что она идет полосами. Вот в это время у меня такая полоса была судьбы, потом другая. И человек чувствует в эти разные периоды себя совершенно по-разному. В один период он так себя чувствует, в другой период совершенно по-другому. В целом, любой астролог, если у вас до минуты известна дата рождения, то любой астролог вам скажет эти основные, имеется в виду астрологии, я не знаю про другие виды астрологии, медический астролог скажет вам вот эти основные периоды на всю жизнь. Вот до такого-то года будет такой-то период, потом дальше такой-то, и так человек проходит периодов 7-8 основных таких за всю свою жизнь. Я сейчас вам расскажу влияние планет, связанных с плохими периодами или хорошими, допустим, влияние Сатурна, как характеризуется. Допустим, начался период Сатурна. Если вы чувствуете, он связан с работоспособностью человека, с трудом и с лишениями. Чувствуете, лишений стало больше, чувствуете, трудиться стало тяжелее, чувствуете, на работе очень тяжело, здоровье стало таким, что очень как бы трудно его восстанавливать, не хватает сил в жизни. Это длится уже 5 лет. Надо идти к астрологу, узнать, может, идет длительный период Сатурна. Если это так, значит, надо стараться себя беречь. Не уже нельзя жить как раньше, надо жить немножко по-другому, чтобы больше было сил сохранять и пытаться. Больше заниматься хатха-йогой, которая реализует статические упражнения и реализует плохое время Сатурна. Психическая скованность. Дальше. Нетерпимость к обстановке, в которой находишься. Головные боли усиления. Нервные истощения. Вот это признаки плохого периода, связанных с Сатурном. В плохой период, связанный с Сатурном, также часто умирают родственники, полосой идут. Но это не обязательно большой период. Просто Сатурн наваливается периодически еще в жизни. И могут в это время пачкать нескольких родственников, уйти из мира. Они обычно уходят пачками. Это группами или скоплениями. Вот. Я, чтобы немножко веселее был, понимаете. Потому что, если я сейчас начну как бы за упокой, то выйди плакать здесь. Уже как бы жалобы, что я... У меня это репертуар песен маленький, уже не терпят жалобы совсем. Снизился репертуар песен, на нее написали в антидии. Надо больше изучать песен разных. Не те же, но... Другие проблемы начнутся, понимаете. Поэтому я еще чуть-чуть. Такие сложные ситуации лекции. Вот. Значит, Сатурн. Какой-то период Сатурна связан с родственниками. Дальше. Боли в суставах, позвоночнике, небриты. Признак плохого влияния Сатурна. Семейная жизнь, как это может влиять? Усталость от домашних дел. Непереносимость обстановки, в которой живешь. Ощущение давления со стороны близкого человека. Страх дальнейшей совместной жизни. Приступы слабости у женщин часто бывают. Это признак плохого влияния Сатурна. Теперь вы меня спросите, а бывает вот так, что я на самом деле, нам не надо жить вместе? Что это не от того периода связано, а просто связано с тем, что мы не подходим друг другу. Вопрос такой, бывает ли так? Ответ, не бывает так. Всегда, когда мы плохо стало вместе, значит, что это плохой период. Поэтому в ведической культуре не было слова «развод». Нет смысла. Надо просто подождать, и опять лучше будет. Люди должны работать над собой в семье, и во время этой работы отношения становятся лучше, лучше, близкие люди все сильнее, друг другу помогают, подходят. И так развитие идет. А мы, как мы живем, наслаждаемся в семье, совместной жизнью наслаждаемся, не хотим работать, трудиться над отношениями. Что происходит в это время? Портится отношение, тухнут. Потом, как они протухают, когда совсем, мы говорим, мы не подходим друг другу. Я уже приводил пример с попой. Когда попа вонять начинает, как бы, человек решение такое не принимает, что ему попа не подходит, надо отрезать и другую прижить. Он ее моет. Вариантов нет. Так и здесь. Отношения вонять начали, надо их мыть. Не отрезать отношения надо, а мыть их, понимаете? То есть очищать их. Других вариантов нет здесь. Потому что близкий человек – это часть твоей судьбы. Это твоя половина, понимаете? Не понимать. Я понимаю, что не понимать, но ничего страшного. В процессе познания произойдет, изучения. Но если уже расстались, у него своя женщина, у меня свой мужчина. Ну, значит, вы с этим пытаетесь сохранить. Значит, у вас вторая попытка. С этим человеком теперь пытается сохранить отношения. Уже попытка эта менее удачная. И ты, как говорят, первый человек, на него он лучше всего олицетворяет твою судьбу, больше всего хорошей кармы на него выходит, и с ним легче быть счастливым. Второй – похуже. Третий – еще похуже. Четвертый – еще потяжелее. Пятый – еще потяжелее. И так далее. Но если ты развиваешься, становишься крепче, лучше, может быть, к четвертому, к пятому, ты уже справишься с семейной жизнью. И сможешь – о, победил! Все, мы не переругаемся, но не расходимся. Значит, все нормально. Делание Марса. Наступает, допустим, период Марса. Человек может чувствовать больше гнева, больше неприятности, нетерпимости к окружающим людям. Человек чувствует разгражительность, повышается. Женщины хотят все поменять, нецематолировать. Сексуальная недовольность увеличивается у мужчин часто. И у женщин может быть под влиянием Марса. Секс отличает Марс. Мужская планета. Критицизм по отношению к мужу у женщин. Приступы гнева в обоих. Желание уничтожить отношения. Доказать свою правоту. На работе ругаться со всеми хочется. Воевать со всеми, сражаться. Человек вступает в какие-то политические партии, начинает всех рубить, крошить. Значит, плохой период Марса. Если вы увидите, идут, допустим, толпа и группа людей. Такие у них глаза квадратные. Они вместе такие скандируют, идут. Значит, у них у всех плохой период Марса. Они объединились, пошли. Даешь хороший период Марса. Потому что все живут в этой стране. Все нормально. Все понимают, что трудности какие-то. Все молятся, все работают над собой. Но есть группа людей, которые, как бы, даешь хороший период Марса. Хорошо. Что делать? Такова жизнь. Надо примять этих людей тоже. Ну, тяжело или совсем стало. Хочется воевать уже все. Или аниматься плохого. Такое бывает. Что делать? Самый лучший способ решать проблему – это знания. С помощью знаний. И молитвы. В сердце в своем. Лерка стоит, как говорили. Говорят, что самый лучший способ поменять страну – это работать над собой, молиться. И сколько ты можешь принести стране, ты принесешь. А если чем-то управляешь, управляй так, чтобы все были счастливы. И ты таким образом вкладывай свою страну. Сделаешь. Если ты даешь знания, давай его честно, чтобы люди были счастливы. И все будет меняться вот так. Под твоим влиянием. Если ты хочешь все сломать, тогда может отступить другой результат. Потому что, когда человек ломает, он ломает также и культуру. А культура – это самое ценное в стране. Допустим, мы революцию сделали вот так, что мы сломали. Многивековую культуру мы сломали. Было в это время уже очень на высоком уровне образования – мужское, женское, гимназии были. Было понимание, как обучать детей, что такое нравственное образование и так далее. Голы на работе много боковые. Мы взяли и сломали все. Интеллигенция вся была разрушена на много лет. И быдло одно начало процветать. Вот результат революции. Понимаете, не способ решать проблему. Ну ладно. Когда плохой перед по Марсу уйдет, то часто у людей болезни, связанные с половыми органами, наступают. И болезни, связанные с пищеварением. Желудок, связанный с Марсом. Кишечник, там органы пищеварения страдают. Драки, дебош. Признак увеличивания, значит что-то с Марсом тоже. Какой-то реально плохой Марс. Признак друг на друга в отношении и так далее. Солнце. Плохой период, связанный с Солнцем, характеризуется тем, что у человека начинает меняться самооценка. То есть он чувствует, что к нему плохо относятся все. Меньше его уважают. То есть у женщины это выражается в том, что она начинает критиковать мужа. И как бы чувствует себя ущемленным в отношениях. Что ее он не любит, не ценит. Мужчина. Мужчина это выражается в том, что у него портятся отношения в коллективе. То есть он меньше начинает уважать в коллективе. Считает его хуже, чем есть на самом деле. Он так считает. И так оно и происходит на самом деле. И плохой период Солнца означает, что у человека снижается положение в обществе. У женщины снижается отношение с мужем. Он ее меньше уважает за ее поведение. А у мужчины снижается положение в обществе под плохим временем Солнца. Это может длиться много лет. Такой период. Поэтому человек должен понимать, что, допустим, некоторые люди в такой период плохой наступает. Они думают, все, я должен работать только руководителем. И он причем в таком уровне руководителя. И буду ждать, пока меня не возьмут на работу вот таким вот руководителем. Ты можешь ждать лет десять так. Человек должен в соответствии с теми условиями, которые судьба ему предостоила, жить. Если ты видишь, что ты не можешь там руководить, уже у тебя нет сил. Руководи там, где можешь. Если вообще не можешь руководить, тогда работай так, чтобы просто приносить семью деньги. Так человек должен относиться к своей жизни. Не нужно думать, что если у тебя такое положение в обществе было, значит на нем и надо жить всегда теперь. Это неправильно. Это зависит от любви. Человек должен жить на том уровне, на котором он имеет возможность жить. Это практически неправильно. Но когда человек молится и духовной практикой занимается, то это нейтрализует плохое влияние планет и увеличивает статус в обществе человека таким образом. Поэтому надо просто понять, что духовная практика является основой жизни. Духовная практика означает, прежде всего, изучение духовного знания. Это вот самая сложная наука, которая существует в этом мире, это духовное знание. Я вам сказал, как молиться там, что делать, вы думаете, все поняли? Сейчас прибыть домой и начать молиться ничего не получается. Надо общаться. То есть надо найти себе какую-то веру, искать веру, найти веру. Войти в религиозную среду. Духовные какие-то встречи организовывать. На квартирах часто религиозные люди собираются, общаются с друг с другом. Семейная обстановка очень благоприятная. Найти свое направление. Каждый человек должен... Что такое благость? Благостная жизнь. Что это значит? Это значит, что есть какая-то вера. Найти свою веру и встречаться, общаться, а потом постепенно найти наставника себе в этой вере и так далее. И развиваться дальше. И тогда человеку легче жить становится. Потому что если духовные практики прав... Все эти встречи предназначены только для того, чтобы организовать духовную жизнь. Чтобы в это утреннее время можно было правильно молиться. И также отдых свой организовать. Чтобы во время отдыха не ехать на Майами и попой голой крутить там. А поехать, допустим, в святое место. Кто из вас отдохнул в святом месте в этом году? Почувствовали разницу, нет? Что это настоящий отдых. И душа отдохнула. И просто задница отдохнула. А душа отдохнула. То есть чувствуешь классно. Сердце раскрылось. Человек столько нового узнает, духовного. Когда он ездит с истроенно из-под это. А не просто куда-нибудь там, где вот это все извращенные эти удовольствия культивируются. И так. Плохой период по Марсу. Мы разобрали. Дальше. Кстати. Может дать повышение давления. Плохой период по Марсу. Жар излишний в теле. По солнцу. По солнцу. По солнцу. Да. Мы уже на солнце перешли. Извиняюсь. Ага. По солнцу. Да. По солнцу. То есть болезни связанные с кровопрощением в целом. По Марсу тоже давление может повышаться. Но. В целом. Болезни связаны с кровопрощением. Гипотония. Гипертония. Это связано с солнцем. Кровопрощение. Болезни костного мозга. Анемия. Связанная с солнцем. Болезни десен. Десен когда страдают. Дальше. Приступы несмирения. Протест против родителей. Против старших. Связанных с солнцем. Неспособность управлять младшими. Тоже связанных с солнцем. Разрушаются вот эти послойные отношения. На разных слоях. Вот. То есть теряется положение в обществе. И основные болезни пожалуй с солнцем связаны. Это сердце. Сосуды. Кост. Костная система страдает. Иммунитет может пострадать. В результате плохого влияния солнца. Инфекционные заболевания могут усилиться. В результате плохого влияния солнца. Плохое влияние солнца в целом нарушает обмен веществ. Оно связано с обменом веществ. Человеку жарче жить становится. Он не переносит солнца. Ему легче на холоде быть. И он не может работать. У него концентрация работоспособность сильно снижается. Потому что он перегревается внутри. Душно ему становится в помещении. И так далее. Кому душно сейчас в помещении помените. Наше солнце в целом вере. Юпитер. Юпитер. Когда у человека плохой период с Юпитером связано наступает. Кому душно, то человек теряет смысл жизни. Он как бы не видит ничего хорошего в том, что происходит. Вот по Питере ходит и не видит в Питере ничего хорошего. Все пустое вокруг. Сначала плохой период, связанный с Юпитером начался. Человеку не нравится своей семье, своя специальность. Ну что-то это одно из всех этих вещей. Ему не нравится своя работа, свое образование, и вообще своя жизнь не нравится, как он кушает, ему надо все менять, все другое, означает плохое влияние Юпитера. Что делать в эти плохие периоды? Останавливаться. Допустим, у тебя, тебе хочется поменять семью или страну поменять, допустим, плохой период Юпитера. В это время не надо менять, вот когда хочется поменять страну, менять не надо страну твою. Вот когда тебе уже перехочется, успокоишься, тогда подумай, может быть сменить, поизучай, съезди туда в ту страну, смотри, как там живут. Страну можно менять, мужу менять не надо. Плохой Юпитер период начался, надо менять всю жизнь, означает, мужа надо поменять, детей уже, понятно, не поменяешь. Ну, как бы, вот это и есть глупость. Ничего не надо менять в такие периоды. Вот кому сейчас хочется все поменять, поднимите руку. Вот точно, плохой период Юпитера у вас. Еще кто? Он у вас закончится через полгода. Да, подождите полгода. Да? Плохой период Юпитера. Еще где-то годик надо потерпеть. Начался давно уже, кстати, у вас. Да, да. Года три назад, наверное, два с половиной метра потихоньку развивается. То же самое, да, вот у вас. Вот так вот, вот так. Плечерство. У вас, да. Да, то же самое. Да. Какой период Юпитера, ничего менять нельзя. Надо терпеть. Когда кончится. Годика через два. Давно у вас уже идет, давно. Надо подождать. Вот это и есть плохая полоса жизни называется. Не то, что плохая полоса жизни означает, ты месяца плохая, а потом всю жизнь хорошая. Бывает плохая полоса жизни, тянется несколько лет. Так вот бывает, что делать. Плохой период Юпитера характеризуется снижением, сильным нарушением иммунитета. Могут различные болезни, связанные с иммунитетом, вот там, пневмотической системой. Депрессия, психостения, аутоиммунные заболевания, истощение. Сильно за жировой обмен Юпитер отвечает тоже. Или наоборот, что их сильно поправляться начинает. Это с Юпитером связано тоже. Надо спокойно относиться к этим вещам. Конечно, надо лечиться. Если что-то происходит, надо лечиться. Но если чувствует тяжело, знайте, что пройдет период плохой и наступит легче, будет легче. Не то, что на всю жизнь лет. Субтитры создавал DimaTorzok